Сегодня, до дня выборов у МСДД, арестуются не только в выборчих комиссиях. 18 лютого на участках будут представить работники предприятия «Уганду» и «Совзи», выступить артисты. В этот день там же можно будет отримать и бесплатные юридические консультации. До помощи в набыте и продаже майомости, оформления завещаний и посвящений о праве на спадщину, выконавшие надписы. За минулый год только у одной материальной конторы Добрского района выконана каля 4 тысяч розных юридичных деянеу. По великим рахунку их могло бы быть больше, але достатково значная частка населенства явно экономить на нотариальных тарифах. Яны саправды могут быть немаленькими, у некоторых выпадках до 1 тысячи базовых величин, але истраты у вынеку отсутности юридичного супроводжения так само значные. Нотариусы кажут, что у первой очереди это отречется договор о пазыке грошей. Чемат, кто отдаёт перевагу звычайным распискам, а потом годами не может вернуть пазычанное. У Воглич сегодня у нотариальных конторах, готовые оказать любую юридичную допомогу. Тяжело с людьми работать иногда бывает, и документооборот большой. Ну, в принципе, всё решаемо. В рамках конторы мы все вопросы, которые спорные, либо проблематичные, всё собираемся, совещаемся и общими усилиями всё, как говорится, преодолеваем. Доброченные акции на Тариусы Гомской области проводить по некольки разов на год. Для состарелых, пенсионеров, шмотодетных, а ли, звычайно, такие консультации организуются для конкретных категорий грамотян. У день выборов до юристов, які будуть знаходиться на выборчих участках, може звернуться любые, хто маю в этом потребу. Мы ещё со времён государственных нотариальных контор занимаемся этим и работаем в группах юридических. Как правило, там человека 2-3, и в районах везде работают нотариусы. Если жизненные вопросы, например, жилищное право или брачно-семейное право или право собственности, нотариус берёт и консультирует или записывает на потом, чтобы прийти позже. Олег Синтеров, Йоген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель».